Здравствуйте, уважаемые соотечники! Здравствуйте, начиная свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Мы разберемся по интернету, у кого VPN или нет VPN, как вообще интернет работает. Что ж, вроде бы в целом люди пишут без VPN, но хотя в предыдущих эфирах тоже писали без VPN, наши опросы через Facebook показывали, что в Казахстане интернет очень плохой, замедленный. В митингах 6 июля мы тоже видели, как тормозили, замедляли интернет. Мы потеряли связь с Астаной, когда шли митинги. Замедлялся интернет и в Алматы, Шимкенте. Во многих городах замедлялся интернет, когда вот именно шел период проведения нами митинга. Мы провели митинг по Казахстану в субботу, 6 июля. В воскресенье я не проводил финальный, обычно, анализ мы проводим. Просто рассудил, что в воскресенье все равно большинство людей где-то отдыхает, не дома. У кого-то интернет плохой, поэтому решил перенести обсуждение итогов митинга на понедельник. Ну что ж, друзья, я знаю, что у многих настроение было не очень. И эта пауза, я думаю, была полезной для того, чтобы осмыслить, на самом деле, где мы находимся. Я видел, что очень многие критически относились, собственно, и к своей стране. Кто-то говорил, что все, я уеду из страны, и все прочее, и так далее. Ну давайте мы сейчас, как в любом деле, будем анализировать, спокойно рассуждать, причем трезво. Многие наши сторонники настроились так, что именно 6 июля произойдет смена режима. Но понятно, что я по этому поводу всегда говорил, что любой митинг, любую акцию протеста, мы должны его выкладываться по максимуму, настраиваться, что именно эта акция, именно этот протест будет развернут так, чтобы мы добились главной нашей цели смены политического режима. На самом деле, всегда надо иметь в виду, что, ну, большого такого прорыва не может быть единоразово быть. Что, ну, если народ, что называется, 30 лет спал за какие-то короткие сроки, буквально несколько месяцев, наверное, ну, нереально сломать режим, нереально, хотя мы, конечно, агитационную работу уже ведем чуть больше двух лет, но наиболее активно, именно активно через чат Активист ДВК, именно активные действия мы начали с прошлого года. Вижу, что предыдущие эфиры очень плохо слушали, предыдущие не только эфиры, мы каждый митинг тщательно обговариваем. И сегодня я хотел бы ряд вопросов охватить, чтобы еще раз подчеркнуть нашу позицию, она была правильной, мы действовали правильно. И вот даже по комментарии я вижу, что давайте в одном городе, в Астане, этот человек, который написал, он не слушал предыдущие эфиры, не слушал аргументы, и вся причина, скажем, в том, что мы не можем добиться успеха быстро связана с тем, что существует разнобой, разные взгляды, разные понимания, разная активность. Более того, некоторые люди считают, что можно подбежать, 15 минут поговорить, и сразу тысячи людей побегут, и сразу в один день мы можем сменить режим. То есть это такой поверхностный подход. Я могу сказать, что строительство дома длится год или годами, рождение ребенка 9 месяцев. Не говоря там, чтобы ребенок родился, нужно еще много-много перед этим сделать действий. Да? Вот. Познакомиться, найти, построить семью. Это целый процесс. А построить государство, сменить политический режим, очень многие думают, раз, собрались за 15 минут, раз, все поменялось. Это очень так поверхностный подход. Я вижу, сейчас идут вопросы, почему Мухтар не приезжает. Вот если бы он приехал, то тогда мы победили бы. Это просто говорит о том, что люди абсолютно неподготовленные, не слушали предыдущие эфиры, не читали мои посты, не слушали прямые эфиры. Они, наверное, не знают, что я осужден в Казахстане пожизненно. Они, наверное, не понимают и не знают, что для того, чтобы я приехал и не был убит, арестован, нужна большая масса протестующих. А предыдущие митинги показывают, что число протестующих растет, но не то самое количество, которое действительно бы давало возможность мне прилететь и создавать временное правительство. То есть, вот все эти фразы говорят о том, что люди абсолютно неподготовленные к тем будущим изменениям. Когда мы будем реально подготовлены, образованы, будем знать, как действовать, и более того, не только подготовлены, но и будем действовать, создавать ячейки и все прочее, только тогда будут изменения. Ничего просто так не будет. И прежде чем делать анализ, я какие-то вещи хотел бы вам напомнить. Я говорил все время, что необходимо для смены режима 3,5-5% от общей численности населения людей, которые участвуют в протестах. 3,5% от чуть более 18 миллионов это более 500 тысяч человек, а 5% это около 1 миллиона. То есть, только тогда, когда мы будем в состоянии вывести на площади нашей страны от полумиллиона до миллиона человек, только тогда мы можем быть уверены, что режим сменится. Представьте, что на наших митингах, ну, собирается, наверное, в двух городах Алматы и Астане, ну, в Астане, может быть, 7-8 тысяч, ну, в Алмате, может быть, было там несколько тысяч, ну, может быть, их было и больше, судя по всему. То есть, может быть, суммарно было в двух городах 20 тысяч, но проблема в том, что большое количество людей просто не дошло до места проведения митинга. Во-первых, мы обозначали время, а протестующие, которые хотели прийти на митинг, как минимум на полчаса, на час опаздывали. Это первая проблема. Вторая, то, что какая-то часть не могла попасть к местам проведения митинга, там стояла полиция, они разворачивались, и вместо того, чтобы пытаться пробиться к месту проведения митинга, они просто разворачивались и уходили, или просто сидели на скамеечке вдали от места проведения митинга. То есть, те самые полмиллиона, миллион человек мы никогда не собирали, не собирали. Притом, я говорил, что их надо собирать по всему Казахстану. Объяснял, почему нужно по всему Казахстану. Вот сейчас звучал вопрос, а может быть мы сделаем только в Астане? Но я приводил пример, объяснял, мировой пример. Показывал, что мы должны сделать обязательно по всему Казахстану. И при этом это приводит к тому, что местные полицейские силы вынуждены остаться в этом населенном пункте, например, Павлодаре, в Караганде, Таразе и так далее. И тогда у режима нет возможности мобилизовать эти силы, привезти их в Алмату и Астану, добиться большой численности полицейских и таким образом задавить действия протестующих. Я это много раз объяснял, почему нужно проводить митинги одновременно по всей стране, а не отдельно взятом городе. Я объяснял, что в одном городе, только в Астане живет более миллиона человек. И наша задача просто 5% из этого города, чтобы вышли на протесты, это 50 тысяч человек. То есть задел огромный. Мы там вывели это всего лишь 9 июня, ну тысяч, может быть, 10, да? Но у нас задача же вывезти 50, зачем привозить из регионов тысячи-тысячи людей, если они есть прямо в Астане? Далее, посмотрите. Но представьте себе, кто-то говорит, казалось бы, правильные идеи, надо привезти из регионов. Как вы привезете? У людей нет денег. У людей нет денег, тогда кто-то им должен дать. А кто? Допустим, это Мухтар Аблязов. За деньги, которые получает от Мухтара Аблязов, пусть даже через 100 посредников, сразу инкриминирует уголовную статью. Хорошо, даже это преодолели. Кому давать деньги? Все под никами. Неизвестные лица. Теперь кто-то должен появиться, один человек, иначе ходить раздавать деньги. Например, в городе Шимкенте. Он двоим-троим раздаст, а там уже комитетчики. Потому что комитетчики тоже в этом чате сидят, они тоже имеют свои ячейки, мы их не распознаем, они под никами. Любой человек, который попытается стать на базаре, что называется, раздать деньги, сразу будет задержан. Более того, может так получиться, скорее всего так и будет. Он деньги раздаст, только никто не приедет. Поэтому предложение, чтобы кто-то приехал из регионов, это бессмысленное предложение. А потом, как вы будете контролировать, что эти люди приехали, доехали. Этих людей вы должны лично знать, доверять. Ну представьте себе, вот в Астане нам нужно 50 тысяч человек. Вот мы, допустим, 10 тысяч собрали из Астаны. Нам нужно 40 тысяч со всей страны привезти. Как вы себе представляете, 40 тысяч привезти со всей страны, раздать им деньги? При том, люди с никами неизвестные, даже если попытаются, их просто тех людей, которые будут раздавать, просто арестуют, деньги конфискуют. То есть, ну, люди просто какие-то фантастические вещи говорят, которые в принципе не реализуемы. Ну зачем все это делать, когда минимум усилий нужно организовывать протесты, обедняться, сделать в своем городе? В Алма-Ате отдельно, в Астане отдельно. В Алма-Ате живет 2 миллиона человек. И нужно просто добиться агитации. 3,5-5% активных людей, это от 70 до 100 тысяч человек. Зачем везти из каких-то соседних городов за тысячи километров, когда проще, чтобы эти люди, которые в этом же городе проживают, пришли на эти митинги? То есть, понимаете, каждый раз, каждый раз мы о чем-то говорим. Каждый раз мы о чем-то говорим. Объясняем, почему в одном городе нельзя сделать, что это невозможно, что нужно делать во всей стране. Каждый раз идут предложения, давайте сделаем в одном городе. То есть, ну, ребята, я говорил, для того, чтобы победить этот режим, мы должны быть сильнее их. Мы должны сильнее быть своей организацией, своей подготовкой, первое. Мы должны взаимодействовать, у нас должна быть дисциплина. Мы должны иметь для этого ячейки. Ячейки, каждый в отдельности, от трех до пяти человек, не должны общаться с соседней ячейкой, потому что соседняя ячейка может оказаться кэндэшной. И поэтому мы говорили, что эта ячейка общается только со штабом. Тогда каждая ячейка общается со штабом и не знает соседнюю ячейку. И эти ячейки перемещаются по команде штаба в то или иное место, делают те или иные действия, но при этом соседняя ячейка не может ее сдать, узнать, потому что у соседней ячейки будет поставлена другая задача. Мы об этом много раз говорили, и мы должны быть организационно сильнее. И нас должно быть во много раз больше, минимум в 10 раз больше, чем полиции. Пока мы этого не добьемся, пока мы не будем организованной силой, пока мы будем одни и те же вопросы задавать, а почему всем не собраться в Астане, хотя просто чуть-чуть, 5 минут подумать достаточно и понять, что в этом нет необходимости со всей страны ехать в Астану. Просто денег нет ни у кого. Во-первых, во-вторых, деньги эти раздать невозможно. В-третьих, как можно 40 тысяч привезти со всей страны незаметно? Это нереально. Нам нужно 50 тысяч в Астане, 50 тысяч в Алматы, и эти все люди есть в этих городах. 50 тысяч в Шемкенте, 30-20 тысяч в Атрау и так далее. Эти люди есть в самом городе. Кто-то говорит, что у нас город такой вот спящий и все прочее, но как раз и вот поле для работы. Это значит, нужно знать программы ДВК, нужно создавать ячейки, нужно проводить агитацию, наращивать численность. Вот что тогда произойдет. Что в Астане 30 тысяч собрать легко. Если бы это было собрать легко, мы бы давно бы собрали. А легко это будет только тогда, когда мы будем иметь, например, тысячу ячейк. Каждый ячейк по 5 человек. То есть по Астане 5 тысяч человек, которые находятся в наших ячейках. И эти 5 тысяч человек, да, действительно, 5-6 своих знакомых приведут, и действительно будет 30 тысяч человек. Значит, во что все упирается? В отсутствие необходимого количества ячеек не только в Астане, не только в Алматы, но и по всем городам страны. По всем городам. То есть я много раз говорю, что без ячеек мы не станем сильно организованной политической силой. На сегодняшний день мы будем сейчас что обсуждать? Мы должны обсудить итоги митинга. Чтобы идти к следующему митингу, мне опять задается следующий вопрос, когда? Чтобы идти на следующий митинг, мы должны тщательно проанализировать итоги прошедшего митинга. В чем была ошибка? Какие ставили мы перед собой задачи? Почему не реализовались? Мы должны буквально сепарировать очень внимательно все это, проанализировать свои ошибки. И тогда мы можем следующую акцию провести более подготовленную, более сильно. Видите, опять вот Костя пишет наивные вещи. Не надо, говорит, ячейки давать другие планы. Ячейкам давать другие планы. Но вот, опять же, я только сейчас говорил, что ячейки все индивидуальны. И в этих ячейках обязательно встречаются агенты. Если мы будем давать, объединяться этими ячейками, знакомиться между собой, даже объединять планы, указывать единую точку. Ну, например, мы скажем, десяти ячейкам или всем ячейкам прийти на такое-то место. Ну, они все придут, но там же уже будет стоять полиция, потому что среди тех ячеек, которые сейчас существуют, обязательно одна или две ячейки комитетовские. Если мы всем дадим одинаковые задачи, то какой смысл прятаться? Тогда проще сказать, все, приходите на такую-то улицу, в такое-то место во столько времени. Потому что то, что знает десять человек, это знают все. Потому что среди вот этих ячеек обязательно, обязательно будут агенты. Это мы уже сто раз убеждались. Говорят, только сейчас я сказал, надо с региона подтянуть людей. Как с региона подтянуть людей? Нужны машины, автобусы. Люди должны иметь деньги, чтобы приехать потом жить в этом городе. Кто их снабдит деньгами? Для того, чтобы был эффект успешный, митинг, нужно минимум 20 тысяч, 10 тысяч привезти. В основном вообще 40 тысяч надо привезти. Как они приедут из региона? Кто им раздаст деньги? Вы просто подумайте, я же только сейчас рассказывал, что достаточно этому человеку появиться, что он будет на улице каждого ловить прохожим, деньги раздавать что ли? У нас ячейки не идентифицированы. Придется сказать, я ячейка А, дай мне такие-то деньги. Ты ему дал, и все, он взял деньги и пропал. Это не получится, ребята. В каждом населенном пункте должны быть свои активисты. Вот в Алма-Ате должны быть свои активисты. В Караганде свои, в Астане свои. Мы все должны проводить акции по всей стране. Я уже рассказывал, что мы не должны вести себя как банановая республика. В банановой республике одна рота солдат приходила, меняла власть, народ жил своей жизнью. Через какое-то время рота других солдат приходила, их меняли. Вот и все. И так власть туда-сюда менялась. Чтобы этого не было, мы должны получить всенародную поддержку. А всенародная поддержка должна быть реализована в виде митинга по всей стране. Не только в одном городе или во втором. Тем более, что вот на митингах в Алма-Ате, в Астане, мы видели, приехали люди из Козлорды, большими группами в Алма-Ату, и там увидели комитетчиков из Козлорды. Они своих знакомых комитетчиков увидели. Понимаете? Вот к чему это приводит. То есть, если власть мобилизуется, она легко мобилизуется. У них есть деньги, ресурсы, люди, они действуют по приказу, по единой команде. У них есть рации, телефон, они все друг друга знают. Раз, переехали и все. То есть, мобилизация в одном-двух городах, они нас переиграют. Теперь дальше. Жанна там детали все расскажет, я вам скажу принципиальные вещи. Принципиальные вещи следующие. Это опять же люди не понимают, что такое ячейки, не понимают, что в этих ячейках есть комитетчики. Мы об этом постоянно говорим, но меня удивляют. Мне, когда идут те предложения, люди просто не понимают, что у нас в ячейках обязательно есть комитетчики. Что мы скрыть информацию не можем. В реальности мы не сможем. Если якобы точки сбора в трех-пяти местах, как предлагают, то эти 3-5 места полиция будет знать, потому что в наших рядах обязательно есть комитетчики. Опять человек предлагает, говорит, надо говорить с регионов, с Талдугурган, я говорил, видел. Я же только сейчас объяснял, что так же и власть подтягивает с регионов людей, имеется в виду полицию и комитетчиков. Что нужно их связывать, нужно их там на месте консервировать, нужно на месте проводить митинги. С региона приедет, ну, 20 человек, ну, 100 человек, это вообще ничего. А нам в каждом городе нужно выводить по 50 тысяч человек. Вы же не сможете 30 тысяч, 40 тысяч привезти, ну, приедет 100 человек, ну, 200, они никакую погоду не сделают. Нам нужно в этих городах тысячи, а тысячи могут только быть те, кто живет в этом городе. 100 человек, 200 человек, которые приедут, они вообще никакой погоды не сделают, никак не повлияют. Нам нужны тысячи, а тысячи мы не сможем привезти. Вот здесь говорят, что нужно не деньги раздавать, а агитации проводить с регионом. Но это же ваша работа, это же работа как раз наших активистов. Мы для этих целей создали чат, чтобы наши активисты, сторонники проводили работу. Мы должны добиться, чтобы наш чат вот сейчас здесь вырос до 100 тысяч. Вот представьте себе, да, это же не на митинг выходить, а нужно просто убедить своих знакомых, рассказать их о программах ДВК, и чтобы они зашли в чат через Телеграм. Это не на митинг идти, это не с полицией бороться, это очень простое действие. И вот представьте, мы сейчас застряли уже месяц, на 40 с чем-то тысяч стоим, мертвую, даже было 45, упали вниз. Если мы не можем даже свой чат пополнить, то о какой работе можно вести агитационной в регионе, если просто дистанционно, не просто механически включить, подсоединить, а именно просто найти друзей, знакомых, близким, которых вы доверяете. Просто привести в чат, когда вы добьетесь этого шага, когда считайте, вы уже сделали свой вклад в наше дело. Теперь мне говорят, а давайте в трех-четырех местах объявим среди ячеек. Дадим одно, второе, третье место. Ну вот, допустим, у нас в Алматы 100 ячеек. Мы 100 ячеек им даем первое место. И если первое место вдруг там стоят полицейские, они знают, что надо идти на второе. Если во втором идут, то и уходят на третье место. Ребята, ну вы поймите, когда у нас 100 ячеек, то есть где-то, грубо говоря, 500 человек, и мы им даем три места, ну вы же должны понимать, что в этих ячейках обязательно есть комитетчики. В каждом, в новом назначенном месте обязательно там будет стоять полицейский. Обязательно. То есть секрет не получится. Мы как-то можем отдельные какие-то небольшие группы, которые мы проверили, знаем, ячейки, с ними работать и быть уверенным, что от них не будет утечка. Но принципиально, с учетом того, что ячейки у нас только-только не очень большое количество существует, и что среди них обязательно существуют ячейки из комитета, утечка информации, где мы будем проводить местоположение будет известна. Мы никогда не сможем из него сделать секрет. Когда это можно будет сделать, когда действительно ячейка хорошая, когда она работает со штабом, когда штаб знает их лично, когда штаб дает им какие-то задания, и эта ячейка, выполняя эти задания, показывает себя лично в деле, тогда мы знаем, что этой ячейке можно доверять, что эти люди нас не подведут. Мы будем знать, что они не комитетовские. Механизмов, как определить, это много существует. То есть ячейка должна быть активной. Не просто ячейка, что она вот есть, я создал ячейку, три человека или пять человек объявились, эти ячейки должны быть активными, расклеивать листовки, какие-то акции проводить. Это все нужно делать со штабом. Сейчас мы будем усиливать и количественно, и качественно работу штаба. Сейчас там зайдет команда людей. Здесь Эс говорит, почему вы сами ничего не делаете? Я хочу перемен, но вы не содействуете никак, мы за вас страдаем, на этих митингах только итоги подводить и можете. То есть я так понимаю, что наша работа по организации чата, сами рекламные ролики, саму организацию темы, сбор людей, прямые эфиры, там миллион действий, да? Даже работа с этими ячейками, оказывается, мы ничего не делаем. А вот он страдает. Так вот, я хочу, уважаемый страдалец, вы просто не страдаете, ничего не делаете, и вообще уйдите, если вы не понимаете, что мы делаем. В общем, ребята, Ребята, я вижу, что самая главная проблема в том, что здесь очень много было работы проведено по ячейкам, как организовывать митинги, что нужно делать. Мы очень большую работу проводим, но, к сожалению, в связи с тем, что люди наскоком появляются, ячейки существуют в недостаточном количестве, получается, что каждый раз приходится заново повторять и повторять то, что уже существует в архиве, ответ МК, существует в Ютьюбе, в наших всех выступлениях, в постах и так далее. То есть каждый раз приходится говорить одно и то же, потому что люди просто от случая к случаю здесь приходят и потом появляются на митинги и считают, что все, этот митинг должен быть победный. При этом работу организационную, которую должен делать наш сторонник активный, не делается. И вот это основная проблема. Теперь смотрите, что мы ожидали. Многие из вас ожидали, что 6 числа будет действительно тысячи. Эти тысячи были, они были в Алматы и в Астане, но их не было в регионах. Там были десятки, единицы и так далее. Но в Алматы и Астане эти тысячи были. Жажана будет комментировать, мы поймем об этих тысячах. Пять мне совет. Ищите сторонников среди власти. Ну, сходите к Назарбаеву, попытайтесь его говорить, что он перешел на нашу сторону. Вот. Здесь действительно какие-то странные предложения идут. Итак, значит, в Алматы и в Астане были тысячи, но тысячи это условная цифра. Мы говорили о том, что в Алматы и в Астане для того, чтобы там добиться успеха, 3,5-5% должно быть на митингах. Это в Астане минимум 35 тысяч до 50 тысяч, а в Алматы от 2,3,5% это 70 тысяч минимальные, до 5% это 100 тысяч человек. Вот то, что должно было быть и только тогда был бы успех. Мы этого не увидели. Мы ожидали, честно скажу, что будет людей больше, чем 9 июня. 9 июня было немало в Астане. Я думаю, тысяч 7-8 было. И очень много людей позже приходили, кого-то полиция перехватила. Но, тем не менее, 7-8 тысяч было. И было ясно, что нам нужно добиться как минимум в несколько раз больше протестующих в Астане, как в Алматы, так и в Алматы, чтобы добиться какого-то результата. Но, к сожалению, при том всем, что людей было много, в социальной сети, если анализировали YouTube, Facebook, наш чат, было понимание, ощущение, что будет людей как минимум в 2 раза больше. На самом деле этого не было. Давайте мы объективно будем говорить. Здесь говорят, что с каждым разом нас не больше, а меньше, что вот в Астане был задержан, мы не туда идем. Но, хорошо, скажите, куда идти. Всегда, когда есть мы не туда идем, всегда должен быть вывод. Мы идем, мы должны сделать такие-такие-то действия и так далее. Это тогда будет предметно. На самом деле, ребята, мы идем правильно. Мы идем туда. Но мы не дорабатываем. Я сейчас в целом по-крупному скажу, как мы не дорабатываем. В чем идет недоработка? Здесь ребята все время ищут аргументы. Год назад говорили, спешите всем кредиты, а выйдите из программы. Тогда вся страна поддержит кредиты. Каждый второй обязан кредитами. Заемщиков 9 миллионов человек. И мы, взвесив, все посчитав, сделали это. 9 миллионов не пришло. Даже 100 тысяч не пришло. Что ипотека. Мы по ипотеке тоже написали программу, сделали. Но мы что-то не увидели. Много тысяч ипотечников в наших рядах. Озвучивали, что нужны программы для полицейских, военных. Они были нами написаны. Мы тщательно взвесили. Были вопросы по учителям. Тоже все было. И опять десятков тысяч нет. Но что происходит дальше? То есть мы растем. Мы изменились. Я сейчас буду говорить на самом деле реальную картину, что произошло. Люди здесь заблуждаются, говорят, что ну вот теперь нужен казахский контент, и тогда все будет здорово. Это все так. Нам нужно казахский контент делать. Но то, что мы в течение года очень много программ сделали, много что изменили, скорректировали. Притом это касается интересов миллионов. Но тем не менее миллионы не вышли. Это говорит о том, что мы работаем в нужном направлении, но идеи не доходят до основной массы. И до тех пор, пока они не дойдут глубоко. А это возможно только тогда, когда вы, активисты, будете активные и будете приводить людей. Только тогда мы можем надеяться, что что-то изменит. А то, что мы проведем на казахском языке эфиры, ничего не изменится. Вот что, ребята, еще раз посмотрите. Посмотрите, что давайте мы простые вещи проверим. Я один раз уже предлагал, но это ненамного увеличилось. Вы можете каждый из вас привезти двоих в этот чат? Двоих. Вот в нашем чате сейчас больше 40 тысяч. Если эти 40 тысяч человек даже одного приведут, мы за один день прирастем до 80 тысяч человек. Я буду это произносить на каждых эфирах, проверять. И более того, давайте мы более того через наш штаб, вы будете заявлять, какие вы ники привели за собой. Мы просто будем видеть тогда, какие наши здесь присутствующие в этом чате реально работают, реально двигаются, реально наращивают численность нашей организации. Соответственно, мы можем быть уверены, что эти люди завтра появятся на митингах. Попробуем. Кто-то написал, что в последнее время у нас провальные акции и митинги. Давайте мы посмотрим. Серьезный митинг, где мы собрали людей, был 1 мая. Когда кто-то говорит о провальных митингах, акциях, я не знаю, о чем он говорит. Вот 1 мая был успешный. 9 мая мы собрали довольно много успешный. И когда кто-то говорит, что они провальные, скажите, когда они были провальные. Давайте мы проанализируем, что у нас произошло за год нашей деятельности. Мы 22 марта в прошлом году провели первую акцию с голубыми шарами. Вы помните, как основная масса пряталась за голубыми шарами? И первый митинг мы провели 10 мая. 10 мая мы собрали всего лишь в Алматы и в Астане несколько сот человек. Было в Шемкенте человек 50, в Усканогорске было человек 20. В октябре какое-то небольшое количество. Это было 10 мая прошлого года. То есть, получается, что за год мы фактически добились буквально от десятков до тысяч. За год мы добили. Мы заставили пятиться правительства. Мы стали выводить тысячи людей. Реально была мощнейшая борьба 9 июня. Где они провальные? Более того, вам нужно все время оглядываться назад, видеть, что мы двигаемся очень быстро и успешно. Говорят, что люди боятся, что ДВК запрещена организацией. Власть может любую организацию запретить. Любую. Кого они посчитают нужным, они в один день объявят запрещенные. И что нам теперь? Они могут вообще все запретить. Вот митинги запретили. Мы же, тем не менее, выводим людей. А митинги запрещены. Они только для себя делают разрешенные митинги. Тем не менее, люди выходят. Мы акции проводим, разрешение не спрашиваем правительства. Проводим. Поэтому я не случайно говорю, что есть мировая статистика, что именно 3,5-5% людей в состоянии быть активными, преодолевать это сопротивление, добиваться изменений. Пишут, что 40,5% это просто добавленные из своих контактов. Это мертвые души. Хорошо. Пусть будет 40,5% мертвые души. Давайте будем считать, что 5,000 живые. Тогда 5,000 могут привести троих, реальных. Не просто из своих контактов, а именно живых. Троих, двоих. Если вы достигнете вот этой задачи за одну неделю, приведете двоих-троих, значит наш чат прирастет на 10 или 15 тысяч человек за одну неделю. Если вы в состоянии двоих-троих привезти в чат, то есть мы же их не на митинг зовем, а просто в чат, быть участниками, слушать, тогда следующий этап. Завтра эти люди потенциально могут прийти на наши митинги. Но если вы не сможете привезти двоих-троих, реально привезти, не просто добавить, то тогда не удивляйтесь, что на митингах нет десятков тысяч людей. Здесь этот чат для наших сторонников, который разделяет наши программы задачи, которые здесь двигаются, создают ячейки и все прочее. Если здесь кто-то хочет нас поливать, то лучше иметь кинохабар. Админы будут их просто удалять. И это отношение никакого не имеет к свободе слова и все прочее. Мы являемся политической организацией. И здесь находятся те люди, которые разделяют наши цели и задачи и вместе с нами действуют. Говорят, что смешные вещи. Нужно, чтобы говорить заранее о митингах не знали менты. Но если менты не будут заранее знать, то как интересно будут знать наши сторонники. Мы хотим вывезти в Алматы, например, 50 тысяч человек. В Астане 50 тысяч человек. Мы что, каждому в ухо, шепотом будем говорить? Это какое нужно у нас иметь 50 тысяч в Алматы, ячеек, людей? У нас с каждым должен быть контакт. И мы должны на ушки ему щепнуть, чтобы другой не знал о дате. Первое. Второе. Вы прекрасно знаете, что в этих ячейках обязательно есть ячейка Комитета национально безопасности. Достаточно одной ячейки сообщить дату, она станет известна всем. Поэтому, ребята, не говорите наивные вещи, мы не должны сообщать. Ну хорошо, не сообщили. А как наши сторонники узнают, что будет митинг? Каким образом? За один час до начала митинга? Но у власти есть рации. Они через 15 минут будут на этом месте. А мы тут месяц даем рекламу, объясняем, и за два часа до митинга пишут, а где будет митинг? Ну, какие-то наивные комментарии. Вам скажу основной вывод. Вот надо решать вопрос с местом, если место блокирует, что дальше делать? Ребята, это вот Костя пишет. Все не имеет значения, где место, не имеет значения время, не имеет значения широкое там место, узкое место и так далее. Вообще не имеет места при одном обстоятельстве. Когда мы собираем 3-5% от численности населения людей, вот в Алматы, представьте, мы собираем 3,5-5%, то есть 70-100 тысяч человек, мы говорим, например, центральный стадион. Максимум, что может выставить полиция, ну, 5 тысяч человек. Это они еще умрут, что называется, оголят всю страну, да? В одной, если везде, но вообще не смогут привезти полиции. Мы же говорим, нужно митинги везде проводить, одновременно. Так вот, максимум они 5 тысяч соберут. А если там 100 тысяч придет, 20-ти кратный перевес, то вообще невозможно такую массу удержать. Они ничего не смогут заблокировать, потому что такая масса просто раздавит полицию, просто раздавит. Поэтому, когда вы говорите, надо было в том месте, в другом, в таком переулке, там так двигаться, так это все не работает, когда количество малое относительно полиции. Когда будет большая масса, тогда полиция ничего не может сделать. Вот основное, чего нам нужно добиваться, вот чего у нас не хватает. Да, в Алматы, в Астане было там тысячи, были, согласен. Но их не было десятков тысяч. Если было десятки тысяч, у них ни автобусов не хватило бы, ни полицейских не хватило. Вообще никаких сил не хватило бы людей отлавливать и затаскивать их в автобусы. Проблема. Вот в чем причина. Если только мы будем в состоянии набирать большую массу, тогда не имеет значения, на каком переулке, в каких местах мы собираемся, потому что эта масса будет идти гигантской волной, ее невозможно остановить будет никакими полицейскими, никакими. Она спрашивает, где будет следующий митинг. И, ну, ребята, мы же говорим только сейчас, что если мы не знаем, то есть не в состоянии еще собрать большое количество людей, еще не успели проанализировать текущий митинг, о чем вы говорите? О каком новом митинге? Мы сначала должны работу над ошибками сделать. Давайте мы сначала сделаем работу над ошибками, проанализируем. Затем будем принимать организационные решения. И после этого уже будем двигаться к организации следующего митинга. Давайте теперь поймем еще раз оглянемся назад. Надо все смотреть в динамике. Я говорил, что мы год назад имели вообще минимум людей. За один год мы сделали гигантский рывок. Это по факту. Все те, кто хочет за короткий срок добиться победы, я скажу, что это наивно. Мы в течение полугода добьемся успеха, если построим ячейки по всей стране. Если в ячейке будет тысячи наших людей, наших сторонников. Если затем эти ячейки, выполнив тельные задачи, на митингах реально будут выходить вперед, а не сидеть на скамеечках. Давайте теперь я хочу вам по крупному картину сказать, где мы находимся и что нам нужно делать. Вы, наверное, еще этого не видите, но сейчас после моих комментариев вы, наверное, увидите. Власть, понимая, что митинги будут основные проходить в Алматы и в Астане, стянули все силы полиции со всей страны. Они понимали, что именно в Алматы и в Астане будут стягиваться разные люди. Именно это два ключевых города. И поэтому со всех регионах страны представители Комитета национальной безопасности МВД были стянуты в эти два города. Если вы посмотрите, то увидите, что на митингах присутствовали со стороны полиции даже женщины. Следующее скажу. Вот когда в 1917 году была царская Россия, работало временное правительство Керенского, шла война с немецкой Германией, и солдаты российские покидали фронты, бежали, дезертировали, не могли исправиться, бежали с войны. Правительство Керенского решило поднять дух мужчин, создать женские батальоны. Но женские батальоны не помогли, дух это не подняло. Временное правительство, даже одна рота женщин пытала защищать, но потом все они были арестованы, они не смогли воевать. Это был последний резерв временного правительства, так называемая женская рота, женский батальон, который их не спас. Я вам сейчас хочу показать признаки. Я сегодня еще по этому поводу хотел написать пост, но не успел. Обратите внимание, впервые за всю историю последний год наших митингов Назарбаев выкинул последний резерв. Это женщин полицейских. Женщины полицейские хватали женщин, пятером тащили. Одна из женщин там ходила с немалых на телефон. Эй, синдернисты, ясн дар, ясн дар, ясн дар, харан дар мандад, улада, не телефон, газ джазвирда. По сути, эти полицейские женщины начали теряться, отходить в сторону, начали пугаться. То есть вы должны видеть, что этот режим фактически бросил на эти митинги свои последние резервы. Резервы в лице полицейских женщин. Это вы все должны понимать. То есть вы должны видеть, что сейчас уже режим использует свои последние ресурсы. Пишут люди, не знаю, насколько они наши, может быть, тролли. Тут говорит бойня, провокаторы, все прочее. Пострадает полиция. Я уже перед каждым митингом это слышу, что это вдруг немирный митинг. Я когда говорю раздавить полицию, я не имею в виду в буквальном смысле, а полиция этой массы будет просто сметена. Вот. И знаете, вот мы уже больше года на митингах есть, о какой бойне вы говорите? Ни разу не было. Да, людей задерживали, да, где-то там какие-то столкновения были, но не было никакой бойни. Поэтому, знаете, опять же, паникеры, я не очень уверен, что это именно наши сторонники. Итак, смотрите, ребята. Получается, что вы должны видеть, режим уже сейчас стоит на износе. Они работают круглые сутки, заранее мобилизуют силы, привозят людей из регионов, тратят ресурсы. Сейчас бросили уже фактически в бой женщин, полицейских. Вы на это должны обратить внимание. Что получается с задержанными? Задержанными получается следующее. Многих просто держали полиции и отпустили. Мы пока не владеем информацией, что, как в прошлый раз, тысячами задерживали. 12, 15, 5 суток, 10 суток мы пока такой информации не имеем. Такой массовости нет. Хотел бы вам объяснить, с чем это связано. О том, что среди протестующих вы видели большое количество так называемой прессы. Они бегали в зеленых жилетах, снимали на камеры, на телефоне. Вы, наверное, обратили внимание, их было огромное количество. Такого количества средств массовой информации в нашей стране нет. Это на самом деле представители МВД и спецслужб, которые снимали людей, они делали замер общественного настроения. И это повсеместно происходило вокруг мест проведения митингов. То есть сейчас эти люди имеют большую информацию о реальном положении дел. То есть, что вы понимали, вот правильно пишут, что прессы это менты, что картина у власти сейчас ужасающая. Сейчас встревожено. Они напуганы. Не случайно в Алматы и в Астане они мобилизовали все свои силы. Расставили ОМОН, СОБР, спецназ, полицию. Расставили кучу машин. Так называемая пресса. Они бегали, все снимали. Чтобы вы понимали, это все началось с 9 июня. То есть, с 9 июня власть уже стала понимать, что они находятся в опасной ситуации. И я уже не один раз говорил, что реально власть владеет ситуацией даже лучше, чем мы. Они понимают, что сейчас настроение против них, что общество настроено против них, что вопрос на самом деле короткого времени, когда эта власть будет фактически сменена народом. Теперь еще вы должны видеть следующее. Сегодня вышло заявление верховного комиссара, там, заместителя Европейского Союза, это Еврокомиссии, Магерини. Она у них как министр иностранных дел правительства Европейского сообщества. Когда за последние многие годы Евросоюз не делал заявлений по правам человека. Да, делал Европарламент, выпускал специальную резолюцию 14 марта, но именно ее рабочий орган, правительство, Европейская комиссия таких заявлений публичных не делала. Вы можете прочитать, что сегодня было сделано специальное заявление по митингам 6 июля. На самом деле сейчас произошел разворот Евросоюза в сторону Казахстана довольно серьезный. Совсем недавно была резолюция Европейского парламента, теперь уже пошло заявление от представителей Еврокомиссии, типа министра иностранных дел Магерини. Эта система работает не очень быстро, но наше правительство знает, что затем будут неизбежные действия с их стороны. Обратите внимание, что очень много в прессе идет информации по Дарге Назарбаевой, по ее сыну наркоману, который сейчас принудительно отправлен на лечение как наркомана, по ее арестам счетов, там по Австрии идут разоблачительные статьи. Вы, наверное, слышали о замораживании средств Дарге Назарбаевой. То есть, вы понимаете, что все это не может происходить просто так. сейчас идет разворот Евросоюза против высшего руководства страны. Я нахожусь во Франции и вижу здесь четкое понимание, кто руководит страной, очень негативное отношение к действующей политической власти. даже меня цитируют во французских зданиях и прямо пишут, что Такаев, по словам Облязова, это мебель. Вы должны понимать, что в ближайшее время фактически международная реакция будет разворачиваться против всей политической верхушки. Все это произошло, потому что мы последний год активно действовали. Действовали на митингах, на различных акциях протеста. Вся эта информация уходила в западную прессу. Активно работали депутаты. Мы тоже с ними общались, с западными депутатами, много встречались. Шаг за шагом развернули всю эту машину, которая сейчас с тревогой смотрит на те события, которые происходят в Казахстане. И сегодняшнее заявление Верховного представителя по иностранным делам Магирини тому свидетельство. Поэтому сейчас власть будет очень осторожна. Будет очень осторожна. Очень осторожна их будут скажем даже с точки зрения репрессии. посмотрите, они сейчас всех задержали, поддержали и отпустили. Мы пока точно не знаем вообще кого-то реально посадили на какое-то время. Двое суток, пять суток. У нас такой информации пока нет точной. В прошлый раз было много такой информации. А сейчас мы получаем информацию, что фотографируют, берут какие-то бумажки и отпускают. Если среди вас кто-то такое есть, наверно могут подтвердить, что так происходит. То есть я что хочу сказать. Сейчас идет в нашу сторону серьезная международная поддержка. И серьезная это не просто так серьезная поддержка. это существующая власть хорошо понимает какие будут последствия. Да, у этой машины очень высокая инерция, но она в любом случае двигается неумолимо. Что нам нужно сделать? Давайте мы над этим будем думать. Я видел видео из митингов в разных городах и могу сказать следующее. Тот подход о том, что наши протесты должны охватывать всю страну уже в этом направлении идут действия. Внимание! У нас были митинги в этот раз в Шемкенте, были в Таразе, были в Ахтубе. Я знаю, что были в Ускамегорске люди, которых задержали. То есть география в этот раз была шире, чем 9 июня. в Ахтубе. в Ахтубе. Ахтубе. В Ахтубе. Хочу ответить на вопрос. Тут мне говорят отдельные внезапные митинги типа арысцев надо поддерживать. Ребята, арысцы выходили в Шемкенте. Даже если их поддержать, то наши активисты должны были ехать из Алматы, из Астаны, например, где реально приехало бы в лучшем случае 50 человек может 100. А зачем это делать, когда в самом Шемкенте живет миллион человек и сами шемкентцы могли поддержать. Но шемкентцы даже на наши митинги пока только вот сейчас выходят. Поэтому надо быть реалистами. Когда говорят надо какие-то митинги поддержать, надо понять какие и надо понимать, что туда могут выдвинуться в лучшем случае 50 человек. 50 человек никакой погоды не сделает. Сам город, должен быть активным. Говорят, что я большие надежды возлагаю на чат Telegram. Во-первых, чат Telegram он не только Telegram, он автоматом генерируется в YouTube. Затем мы делаем прямые эфиры Facebook, Instagram, YouTube и так далее, где у нас сотни тысяч подписчиков. Telegram это база, которая здесь записывает наши выступления и затем тиражируется, размножается. Мы здесь вырабатываем позицию, политику, потом это много раз повторяется в других средств массовой информации, затем мы пишем посты, выходят новости на 16-12 и так далее. Telegram не единственный наш инструмент, он один из маленьких инструментов, который мы используем. Пятая, вы видите разворот международный, в марте вышла резолюция Европарламента, сегодня уже вышло заявление фактически министра иностранных дел правительства европейского сообщества, и все это шаг за шагом воздействует, поэтому правительство наше вынуждено просто людей фиксировать и отпускать. Что будет делать сейчас Назарбаев, Такаев и вся политическая верхушка, мы должны это понимать. Давайте мы сейчас эту часть обсудим. сейчас так сложилось, что мы стали единственной политической силой нашей страны, которая влияет на политические решения нашей страны, влияет на всю политическую верхушку, влияет на курс, влияет на все. Вы понимаете, мобилизация всех силовых структур, внутренних сил, внутренних дел, Министерств внутренних дел, КНБ, внутренние войска, прокуратура, то есть все силовые службы были мобилизованы на наши действия 6 июля. Хочу вам сказать, что 6 июля, день рождения Назарбаева, как он хотел, уже не получился. Фактически произошел коренной перелом сознания нашего народа. Надо понимать, это большая трещина, теперь которая будет разъезжаться, расширяться, и проблемы этого режима будут только нарастать, и мы должны этому помочь. За 30 лет правления Назарбаева, как вы понимаете, у него на 6 июля никогда не было проблем, никогда. по улицам Астаны пошествовали наши сторонники тысячами, которые кричали Алга Казахстан Шалкет. И это было то же самое в Алматы. Это было 6 июля, то есть у него не просто праздник не получился, это был тот день, когда он открыто услышал на улицах наших городов требование отставки Шала. Это вы должны понять, это ключевой момент, это был ключевой день. Будет делать сейчас власть, и она будет делать эти действия только потому, что мы активно действуем, и существует такая политическая сила, демократический выбор Казахстана. Я сейчас говорю, вы увидите пошагово, как это будет происходить. Сейчас власть, получив тотальную такую 9 июня и 10 и другие даты, задержав более 5000 человек, теперь напугана. что теперь будет происходить? Теперь власть будет пятиться, будет создавать так называемые диалоговые площадки, будет списывать кредиты, как недавно было объявлено, но пока имитации, якобы 350 миллионов долларов спишут, но кому-то все равно что-то спишут. То есть оно будет прибHAM не просто и peacefully с а ну если это kostis? Они будут имитировать близость к обществу, будут проводить митинги свои, нуратановские. В какой-то момент они будут вынуждены открыть шлюзы, давать уже проводить митинги уже не ярым нуратановцам, а, скажем, людям, которые как бы конструктивные, стоящие посередине. Типа вот они создали движение «Оян Казак» или еще какие-то, да, типа «Ануар Нурпийсова». Вот такие движения начнут сейчас появляться, они будут им давать разрешение проводить митинги, и они будут говорить, что Такаев не такой уж плохой парень, давайте с ним сотрудничать, давайте конструктивно будем менять ситуацию в стране. Одним словом, сейчас мы будем наблюдать за такими действиями лихорадочными со стороны Назарбаева-Такаева, которые будут направлены на то, чтобы сбить протестный накал в стране. Что они будут делать? Ну, во-первых, не раньше, ну, точнее говоря, осенью будет объявлено о досрочных выборах парламент. Они должны были это сделать раньше, недавно было совместное заседание палат парламента, но они в последний момент отменили, отменили досрочные выборы, потому что поняли, что если они будут создавать партию для Косанова, то Косанов, по-моему, был оплеван всей страной, то этот вариант у них сейчас не работает. Во всяком случае, если они Косанова будут использовать, они хотят использовать это позже. То есть сейчас получается, если они досрочные выборы парламент сделать, то тогда останется там та же самая Ахжол и КНП Казахстана. За летнее время они хотят сделать какие-то косметические ремонты и осенью объявить досрочные выборы парламент, а до осени такая будет проводить срочные действия, которые будут направлены на то, чтобы сбить протестный накал. То есть будут раздавать какие-то деньги, будут проводить какие-то действия, молодежи как бы помогать, создавать какие-то организации. Все будет направлено на то, чтобы убедить, что они не такие уж плохие. Они будут финансировать этих актеров, артистов, блогеров. Вы сейчас увидите, что эти месяцы будут очень активными. Они говорят, можем ли мы ориентироваться на Евросоюз, ОБСЕ или ООН. Да, их решения не являются обязательными, ну кроме Евросоюза, когда Казахстан подписал соглашение и не выполняет. То тогда, безусловно, шаг за шагом, сначала дипломатическими другими воздействиями, Казахстан заставит или принудить действовать, выполнять эти договора, или Казахстан должен отказаться от этих договоров, сказать, что эти договора она не будет исполнять. Тогда они будут аннулированы эти договора. С разными вытекающими последствиями для страны. То есть, тогда не будут инвестиции из Европы, не будут какие-то программы по возможности проникновения нашего сырья на европейские рынки. То есть, там будет много-много вариантов. Но именно как Европейский Союз, это очень влиятельная организация. Это 28 стран Европы. Очень влиятельные, потому что торговля Казахстана идет с этими странами активная. И поэтому Европейский Союз, это очень влиятельная организация. Значит, что мы понимаем? Мы говорим, что сейчас наше правительство, Назарбаев, Токаев, будут заигрывать с народом. Будут заигрывать именно благодаря нашей активности, благодаря проведению митингов. Без проведения митингов, без проведения наших акций, без объединения вообще эти процессы не пошли бы. Вы все должны это понимать. Поэтому митинги мы будем проводить, но мы будем проводить их хорошо организовавшись. То есть, нам нужны ячейки, нам нужно количество сторонников. Вот здесь говорят, что у нас в чате якобы основная часть мертвой души. Ну хорошо, будем считать 5000 реальных. Я обращаюсь к вам с призывом, чтобы каждый из вас из 5000 привел двоих-троих. И тогда мы мгновенно прирастем на 10-15 тысяч за одну неделю. Если вы такую работу сможете сделать, значит, можно надеяться, что на следующих митингов действительно мы выведем десятки тысяч людей. Вот простой такой тест. Сейчас будем продолжать работу нашей организации. Мы ее будем строить. Мы сейчас усилим работу штаба. Мы будем разворачивать ячейки по всем регионам страны. Мы будем проводить просветительскую работу. Все так же будет. Но мы теперь будем делать, усиливать нашу деятельность. Я обращаюсь к вам, чтобы вы понимали, что наскоком ничего не изменить. Вот я там видел комментарии, что можно зайти, где большое скопление людей, полчаса с ними поговорить и сразу организовать, вывести тысячи. Это очень наивно. 30 лет спать и за 30 минут разбудить народ, считать, что так получится, это очень наивно. Будем сейчас проводить очень серьезную агитационную работу. И она зависит от вас, уважаемые друзья. Сейчас я хотел бы, чтобы Жанна включилась, рассказала детали, как организовывался митинг, какие были ошибки, какие ячейки прокололись, что не получилось, почему не получилось. Это вы все должны знать. Жанна, пожалуйста. Продолжение следует... Добрый вечер, активисты! Я хочу вас, так сказать, тоже сегодня с вами пообщаться о том, что произошло. Мы сделали анализ, насколько это было возможно, на основании той информации, которая у нас есть. И мне тоже есть, что вам сказать. И в этот раз у нас были довольно интересные события, с которыми я вам поделюсь сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, прежде всего, я хочу сказать, да, нас всех охватили очень сильные чувства, эмоции. И здесь было много разных высказываний в чате. Я не скрою, мы тоже эмоционально были очень сильно, так скажем, и расстроены, разные чувства испытывали. И какая-то досада была. Но потом, когда мы стали делать детальный анализ, просматривать видеоматериалы, разговаривать в ячейках с ребятами, то есть и так далее, то есть все последовательно по полочкам раскладывали. Я могу сейчас с уверенностью констатировать, что действительно демократический выбор Казахстана развивается очень быстро, можно сказать, стремительно. Потому что таких больших шагов, наверное, очень сложно делать. Исторически вы должны понимать и помнить, что 30 лет это был диктаторский режим Назарбаева, 70 лет советской власти. И вот мы за каких-то полтора года заставили этот режим реагировать на нас всеми своими силами. Вы видели и военные, и полиция, и женские батальоны, и тетушки, и нуратановцы на нас сегодня набросили все силы, и тем не менее нас больше и больше. Если мы сумели добиться с такой скоростью развития событий за полтора года, мы сможем добиться еще большего в ближайшие месяцы. У меня появилась абсолютная убежденность в этом именно после этого митинга, именно после 6 числа, потому что я своими глазами, на своем опыте прожила и прочувствовала те события, которые были связаны именно с работой ячеек. Я настолько потрясена тем, какая сила стоит за ячейками, я настолько потрясена потенциалом наших ячеек, и я понимаю, что до тех пор, пока мы это не сделаем, пока мы не разовьем эту сеть, а это абсолютно реально, и это мы можем сделать всего за два месяца, если не быстрее, то все будет в наших руках, и следующий митинг он покажет себя сразу в полной силе. В этот раз мы предприняли некоторые шаги, я вам о них расскажу. Здесь в чате некоторые в этом участвовали и знают, что я, то, что я сейчас расскажу, это были участники событий, и вы поймете, насколько важно иметь организованные, дисциплинированные и активные ячейки, активные в данном случае ключевое слово. В Алматы и в Астане были назначены сторонние места, где накапливались люди, и эти люди должны были выйти в шествие в сторону основного места событий, и благодаря этому шествию они должны были накопить большое количество людей и зайти к стадиону в Алматы таким образом, чтобы уже было много людей, была заблокирована улица Абая, и добиться слияния большого. Таким образом, людям не пришлось бы там стоять и по одному накапливаться и так далее. План был правильный. Более того, нам удалось этот план реализовать, у нас не произошла утечка, но этапе подготовки утечка произошла чуть позже. И это говорит о том, что такие возможности у нас есть, и такие планы мы можем осуществлять. Несколько ячеек собралось на Атакенте. Люди приехали настолько подготовлены, что лично для меня это было большим итогом и большим событием, то, как люди готовились, привезли транспаранты и прочие, барабаны, все абсолютно, все, что мы планировали, все было подготовлено. Люди приехали с заготовленными лозунгами, с большими бумбоксами, колонками. То есть все, что нужно было сделать, они приготовили. И теперь, внимание, ошибка. Какую ошибку допустили наши ребята, и почему все пошло не так. И когда мы договариваемся, то, что главным моментом в наших митингах является ключевым фактором, является время, все недооценивают этот фактор, все относятся к этому моменту достаточно легкомысленно и оставляют за собой право немножко подождать. Это становится большим уроном для всего мероприятия. Так у нас было везде, везде, тотально везде. Так вот, представьте, ребята на выставке ровно в шесть должны были начать шествие, начать митинг, ровно в шесть. Это оговаривалось безоговорочно, но в шесть они не начали. И что произошло? Та основная ячейка, которая должна была стартовать в шесть, она замешкалась, не смогла. И люди, которые ходили по выставке, которых мы собирали тщательно, их там было сотни, они разбрелись и в итоге побежали в сторону стадиона, боясь, что так ничего не начнется и на выставке. И вот с этого момента, я хочу сказать, начинаются все наши с вами проблемы. Прошу вот сейчас прекратить вот это вот выкладывание в бесконечном формате сообщений, которые вот даже меня отвлекают, не говоря уже обо всех остальных. Я сейчас транслирую очень важные вещи, которые вы должны услышать. Это важно, чтобы вы их услышали, ребят. В общем, ошибка. Мы всегда забываем про время, мы всегда снисходительно относимся к тому времени, которое обозначено. Единственный пункт, который нас всех объединяет, вот все люди приходят на митинги и начинают потом вопрошать, почему мы не можем объединиться, почему мы... Нас же было много, почему мы не можем начать, почему мы не можем там то, другое, пятое, десятое. А ведь у вас есть ключевая договоренность, которую мы озвучиваем публично. Мы ее озвучиваем публично, многократно делаем на это акцент, ударение, показываем и говорим, что раз в семь часов назначено время митинга, значит, в это время митинг уже должен начаться. Но все впадают в режим ожидания и перестают что-либо делать, дожидаясь, когда кто-то что-то начнет митинговать сам. В итоге все проваливается. А ведь время – это тот самый объединяющий нас фактор, благодаря которому мы можем быть едиными. Если бы наши ячейки, которые между собой договаривались, активисты, которые отдельно пришли, допустим, в точку сбора, скажем так, на выставке, ровно в шесть стартанули, ровно в шесть, люди, которые там вокруг ходили, боялись начать и так далее, увидев активную группу, присоединились бы, и шествие бы началось. И это шествие бы позволило бы нарастить большую группу людей за собой, потому что там в этот момент в районе выставки ходило около 300 человек. Вот можете себе представить. Такое количество людей ходило, и никто не осмелился начать. Более того, люди сделали все, чтобы найти себе повод, отговорку, убежать в другое место, и в итоге побежали там и на стадион, к театру вызова, и винили друг друга, и винили меня, что мы там плохо договорились, и так далее. Но я на самом деле вижу большой плюс. Я вижу, что не произошла утечка до определенного момента. Я знаю, каким образом у нас утечка произошла, за кем из активистов следили, почему полиция прибыла туда. И я понимаю, как это все происходит. То есть, ребята, если мы всегда будем ориентироваться на договоренности, у нас не будет такого развала. Представьте, какой был большой потенциал. Около 300 человек ходило на выставки. Около 300 человек ходило на Саяхате. Еще какие-то люди ходили на Арбате. Вот представьте, в районе Тулпара в Астане ходило около 200 человек. Представьте, все эти люди мне пишут, мы здесь, мы тут стоим, ничего не происходит. Мы сюда пришли, никого нет. Я получаю сотни сообщений, я вижу, что вы все там. Я в ужасе, что я вам всем пишу и говорю, ребята, начинайте, а вы не начинайте. Вы ждете кого-то другого. Кто-то другой ждет вас. И это все замкнутый круг. Но вы были там, вас было тысячи. И это наш самый главный фактор. Вот это факт. Вас были тысячи. Точно так же в районе стадиона ходили тысячи и чего-то ждали. Точно так же в районе стадиона в 19.00 тысячи прикидывались прохожими, случайно проходившими мимо. И чего-то ждали. Но тысячи там были, я вас уверяю, они там были, я это видела. Даже если учесть, что огромная часть правильных активистов, подчеркиваю, правильных, вышла из социальных сетей, оставила телефоны дома, замаскировалась, но какая-то часть активистов все равно продолжала оставаться на связи, особенно ячейки, с которыми мы договорились. Я видела, что вы все сделали то, что мы договаривались. Я видела, что вы пришли. Мы в штабе видели, что вы двигаетесь, что вы на местах, но вы не начали. Вот в чем проблема. В районе Саяхата одна из активисток сделала прямой эфир со мной в мессенджере в Facebook. Она его сделала спустя полчаса договоренного времени, когда люди должны были быть на Саяхате. За полчаса там ничего не произошло. Несколько человек писали и писали, что мы здесь, мы находимся здесь и так далее. И эти несколько человек так и не объединились. В итоге она взяла, включила свой телефон и около получаса ходила по Саяхату, показывала мне всех этих людей, говорила, вот они сидят, задавала им прямые вопросы. Вы на митинг? Да, на митинг. Вставайте, пойдемте. Да ладно, я вот своих подожду. То есть вот так вот ребята вели себя вот таким образом. Вокруг всего Саяхата человек обошел, показал мне этих людей, которые там, 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 на скамеечках везде сидели и так далее. Но не вышли. Конечно, это было не везде. Конечно, у нас есть другие факты. Но я хочу сказать другое. Я хочу сказать самое главное. Чтобы мы не отчаивались, я хочу сделать акценты на том, что у нас есть в итоге. На самом деле это хороший показатель. Просто отличные показатели. И я этим показателям очень рада. Мы сделали первый пробный шаг. И мы попробовали провести первую активную конспиративную работу, партизанскую работу. И она нас на самом деле удалась. Пусть не на 100%. Пусть мы не смогли реализовать все замыслы. Но нам удалось добиться активности ячеек, активности ячеек со штабом. То есть в работе со штабами, в работе со мной огромное количество активистов проявили высочайшую активность. Это наша первая, главная и самая важная заслуга. Именно это и будет база основы нашей победы в будущем. Есть координационные недоработки. Мы это все видели, извлекли уроки для себя. Активисты для себя сделали выводы. Что прекрасно, огромное количество инициативы идет от самих ячеек, от лидеров ячеек. Настолько огромное количество инициатив, что мы, если честно, мы просто не успеваем за вашими инициативами. Есть совершенно правильные мысли, совершенно четкие мысли, совершенно конструктивные, которые нам в дальнейшем обязательно пригодятся. Мы их будем использовать. Я за это очень благодарна тем людям, которые провели огромную работу, составили детальный анализ, прислали нам много материалов, фото, видео и проделали действительно важную системную работу. Это говорит о том, что мы, как ядро, начали расти уже не только в количественном уровне, но и в качественном. Более того, Мы понимаем, что расти это будет стремительно Почему я это говорю? Потому что я вижу просто высочайшую обратную связь На сегодняшний день, вот если у нас раньше было как-то так Ну, были ячейки, но они, знаете, какие были они у нас были Мы заходили, здоровались, как дела, то все расходились Сейчас у нас ячейки качественно другие У нас есть там куча кипучей работы Люди занимаются агитацией настолько серьезно, настолько детально Если вы обратили внимание, у нас Алмата и Астана просто завалены листовками Если вы обратили внимание, у нас в регионах листовки, транспаранты, плакаты Все это стало появляться Это инициативы самих ячеек, самих активистов И люди научились объединяться, самоорганизовываться И свои собственные инициативы, даже не согласовывая там ни со штабом, ни со мной Просто нам как результат потом высылают Мы вот объединились, мы ячейка, мы вот это сделали Примите работу Это прекрасно Вы поймите, насколько другим стал наш чат, насколько другими стали наши активисты Для многих эта работа остается за кадром Я вам ее специально рассказываю Что касается мест сбора, мы к этому ко всему придем Мы как собирались в публичных больших местах, так и будем собираться, ребята Другое дело, какую предварительную работу мы будем проделывать Теперь я хочу сказать о тех людях, которые, несмотря на то, что у них была минимальная поддержка Все-таки начали, стартанули И сделали наши митинги Несмотря на такое огромное давление И отсутствие поддержки массовой со стороны наших сторонников Вы видели, что в Алматы и в Астане Небольшие маленькие группы все-таки прорвали оцепление И создали мини-шествия Успели реализовать все наши требования Успели прокричать и даже использовать синий дым То есть все, что мы запланировали, все, что мы хотели Некоторым группам удалось Это произошло только потому, что нашлась какая-то часть активистов Какие-то люди конкретные Которые, несмотря на все давление, репрессии Которые на глазах у них осуществлялись Сумели начать митинг Сумели прокричать наши главные лозунги Привлечь внимание Сплотить вокруг себя определенную группу людей И продвинуться с этими группами Несмотря на тотальные оцепления и присутствие полицейских Теперь представьте Если бы мы все, вот как эти люди Ровно в 19.00 Та огромная масса людей, которая пришла на этот митинг Ровно в 19.00 В любой точке мира В любой точке, вернее, улицы На любых улицах Начала бы вокруг себя объединять людей А мы это обсуждали Мы это обсуждали, что будет все заблокировано Объединяйте вокруг себя людей Маленькими группами И прорывайтесь группами Для того, чтобы образовалась группа Человек должен начать свой митинг Понимаете? Вот те, кто это понял, те, кто это услышал Они добились результата Слышу и вижу, что был ОМОН на каждом перекрестке И это было невозможно преодолеть Это вам так кажется На самом деле мы с вами обсуждали Что если бы там, на тех перекрестках На подступах к стадиону Люди в тех точках, в которых они шли Начинали свои собственные митинги К ним бы прирастали определенные массы людей Которые могли в какой-то момент слиться И прорвать оцепление В какой-то из точек Еще была одна вещь На которую многие не обратили внимания И в итоге не реализовали этот план И он бы мог помочь Я сейчас расскажу об этом Субтитры сделал DimaTorzok Очень многие активисты совершенно справедливо мне писали И несмотря на то, что мы проговаривали это Так никто и не решился Группы активные были Эти группы умудрялись объединиться Несмотря на то, что там всех преследовали Но до 60, до 70, 100 человек все равно Группы появлялись, объединялись И почему они очень короткое проживали пространство То есть они прошли там квартал и их задержали Потому что они не использовали свое преимущество Вот этим количеством надо было блокировать улицу Вас много Какая-то часть останавливает машины Два-три человека выбежали Помахали руками Остановили транспорт И заняли проспект Абая Что начинается? Начинается с утолока Начинается затор И автомобилисты начинают вам помогать Вот в этом заторе Как раз таки вас сложнее хватать Сложнее вытаскивать вас Из этой трассы И вытаскивать вас в автозаки Именно поэтому к вам приехала полиция Но если бы вы создали этот затор Полиция бы до вас не доехала Эти факторы не учли И проспекты не заняли В результате Даже образовавшись в команду Около ста человек Вы не использовали своих преимуществ И через короткое время Были все Так сказать Ну зачищены Мы с вами видели отдельные яркие примеры Которые ничего кроме восхищения не вызывают Вот в таких вот условиях Вести борьбу могут только очень смелые люди Только очень сильные и очень решительные Таких людей у нас было много Такие примеры у нас есть Когда мы спешим разочароваться Когда мы спешим расстроиться Да, это чувство, их нельзя отменить Мы должны также помнить Что нам есть на кого равняться Что у нас очень много героев Которые собственным примером Дают людям вдохновение Дают людям опыт Дают примеры И показывают, как надо действовать Таких людей надо поддерживать Но я понимаю, что вот сейчас Да, вот когда мы с вами говорим Это все очень сложно укладывается Это укладывается сложно только по одной причине У вас нет ячеек У вас нет рядом людей, которым вы верите У вас нет знаний Которые вы бы получали в этих ячейках Прорабатывали детали Разговаривали бы И получали бы уверенность Вот если бы вы приходили после подготовки В таких ячейках Вы бы чувствовали себя по-другому А поскольку вы приходили по одному Не имея прямой поддержки Вы чувствовали себя по-другому Вы чувствовали себя, вернее, неуверенно Потому что не на кого было опереться Каждому человеку нужно чувство опоры Вы видели, даже одна женщина другую поддержала Они уже чувствуют себя иначе И начинают какие-то другие вещи выкрикивать Во время митинга Вот когда у нас в чате Разговоры сменятся Знаете, вот обращения сменятся С таких вот комментариев, допустим Надо было сделать вот это И было бы вот так Надо было бы сделать то-то И было бы вот так Вот когда у нас риторика сменится Наша группа Я сделал вот это И получил вот такой результат Вот тогда у нас будет тотальный результат На всех митингах Когда мы начнем транслировать Я предложил и сделал вот такое И благодаря мне, благодаря нашим действиям Произошло вот там, допустим, следующее Вот тогда у нас тотально в чате В стране наступят перемены Сейчас пока что все кому-то что-то предлагают сделать Все кого-то к чему-то призывают Особенно нас с Мухтаром Облязовым Вы должны сделать это Вы должны сделать то Но никто не пишет Ребята, я сделал вот это И вот вы знаете, это правильно И результат хороший И так далее На самом деле я, конечно, преувеличиваю Когда говорю, что вот никто не пишет Но у нас есть ячейки В которые я зашла и поблагодарила И сказала, что именно эта ячейка Достигла высокого результата И спасибо этой ячейке за то, что они это делали Я хочу сказать, что людей активных много Нам достаточно сегодня Просто объединяться со своими близкими С людьми, которым вы, безусловно, верите, доверяете Три человека, семья – это уже ячейка Вот семья пришла, написала мне Вот что нам делать Давайте вот так, вот так будем действовать Далее к этой семье потихонечку Начинают прирастать друзья семьи Там еще что-то как-то Таким образом ячейка расширяется Но это люди, которые друг другу верят Которые могут друг на друга опереться И вот они и есть ячейка В итоге они получают задание Выходят и получают результат Видят этот результат Хотят сделать большего Получают следующий результат И так далее Я, например, прочитала огромное количество сообщений Ко мне пришло о том, что ячейки – это бессмысленно Надо вот так вот взять, набежать, быстренько сделать Там использовать праздник, использовать еще что-то Привезти всех в Астану Конечно, вот сейчас вот Муфтар Аблязов это все объяснял Конечно, хочется по-простому, ребята, но нам придется вкалывать Давайте будем готовиться к тому, что придется вкалывать Не долго, но придется Давайте мы к этому просто подойдем Спокойно, честно и начнем это делать Те люди, которые действовали Те люди, которые вкладывались Причем вкладывались не только трудом своим Вкладывались максимально Интеллектуальную часть какую-то там задействовали Писали какие-то вещи, анализ проводили Вкладывались в листовки, в плакаты, в транспаранты Входили, автомобильный транспорт свой использовали Тратили свое время, по ночам делали вылазки, делали разведку Перед этим митингом, в местах проведения митинга и так далее Эти люди вкладывались, но прежде всего они вкладывались в собственное чувство уверенности В собственное чувство победы и так далее То есть таким людям легче, потому что они делают работу Они руками ощущают, что происходит Они понимают и видят своими глазами картину И им проще и легче действовать А допустим, те люди, которые приходят, так сказать, слепо на наши митинги Не понимая обстановки, не понимая, что там будет происходить Не прощупав это Конечно, впоследствии они начинают испытывать определенные чувства Разочарования и так далее Они говорят, ну вот так вот было, мы ожидали то-то, то-то А ведь нужно действовать самим Самим нащупывать почву под ногами И только тогда будет понимание твердое того, что происходит И я вам об этом говорила и говорила неоднократно К счастью, есть люди, которые нас слышали У нас сейчас есть такие ячейки, да И такие лидеры, глядя на которых, я понимаю Вот эти люди в дальнейшем будут строить страну Развивать нашу страну Потому что эти люди действуют абсолютно грамотно Эти люди умеют трудиться структурно, последовательно Дотошно, щепетильно просчитывая все варианты Я видела ячейки наши после того, как митинги прошли Почему прошло мое разочарование, чувство разочарования и так далее Потому что во многих ячейках, во многих, я вас уверяю Люди сидели и подводили итоги, делая здравый анализ собственных действий Не оценивая Жанну Боту, не оценивая Мухтара Облязова Они делали здравый анализ собственных действий Где они допустили промашки, где они допустили ошибки Что было их сильной стороной На это приятно смотреть Это просто подарок и победа, когда есть такие люди И я считаю, что у нас у всех есть потенциал выстроить такие ячейки И выстроить такие отношения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу сказать, что у нас в ячейках родилось очень много тактических предложений Действенных тактических предложений Абсолютно действенных Мы сейчас даже их здесь в этом чате не сможем полностью охватить Но очень много важных предложений Ну вот допустим такое предложение Я вот хочу вам его озвучить Мы знаем людей, которые руководили задержаниями Мы знаем их в лицо, мы знаем их должности Вот у нас некоторые активисты подсуетились и даже нашли адреса этих людей Их телефоны Например, у нас есть телефон и адрес господина Бахаджана Малыбаева Заместителя начальника департамента полиции в городе Астане Который руководит всеми задержаниями И вот что нам предлагают активисты Вернее, они понимают, что это необходимая работа И они нам предлагают работать с этими людьми Подвергать их публичному, так сказать, огласке их действия Показывать в их районах Расклеивать листовки И показывать, что вот этот товарищ Причастен напрямую к репрессиям Он живет в вашем доме Знаете, в какой позор Это все можно сделать, понимаете Это все можно сделать В отношении каждого полицейского Помочь им осознать Помочь другим полицейским Увидеть отношения народа Это одно из предложений в ячейках И я считаю, что это правильно Мы должны сейчас создавать эти базы людей Которые причастны к преследованиям Которые причастны к вот этим жестким задержаниям И так далее Об этом надо говорить Это можно делать И таких предложений у нас десятки и десятки То есть, как усилить ячейку Как помочь народу Как продвигаться по улицам Как наладить связь Как усилить безопасность Таких предложений в ячейках очень много Эти все предложения должны работать на все ячейки Должны работать массово Мы тоже сейчас прорабатываем Свои, так сказать, технологии Механизмы распространения полезной информации По другим ячейкам Это все будет работать Соответственно, у каждого из нас есть огромный потенциал Как только наши ячейки станут массовым явлением Массовым Когда мы будем понимать, что мы имеем дело с тысячами ячеек Тысячами Тогда мы будем понимать, что мы можем делать любые акции Абсолютно внезапные Абсолютно любые Абсолютно в любом регионе В любой точке любого города И никакая полиция никогда не будет готова нас вычислить И так далее Но когда я отрабатывала вот эти вот наши сторонние, так сказать, боковые выходы Я работала только с теми ячейками, которые действительно проявили серьезную активность Зарекомендовали себя и так далее Таких ячейок у нас очень много сейчас И мы сумели собрать большое количество людей туда Правда, эти люди, вот все-таки я говорила, что решительности не хватает Поэтому все это немножечко сдвинулось Но мы понимаем, что используя вот этот потенциал, так сказать, партизанской борьбы Мы можем делать абсолютно все Любые скрытые акции И мы сейчас именно скрытые акции сделаем нашей основой И мы покажем всей стране, что демократический выбор Казахстана Не остыл, не ушел куда-то там в сторону и так далее Мы продолжаем свои действия, мы продолжаем агитировать И мы это будем делать посредством скрытых акций Что касается полицейских Мы сегодня проговаривали с Мухтаром, облязываем эту ситуацию Вот не указал в эфире Мухтар за потоком информации Но я хочу подчеркнуть, что задержанием наших активистов занимаются отделы по борьбе с терроризмом и экстремизмом Что в Астане, что в Алматы Мы знаем сотрудников этих отделов У нас есть их имена, у нас есть имена руководителей У нас есть имена заместителей вот этих департаментов поименно И в Алматы, и в Астане, которые занимаются преследованием Мы должны получить и создать такую базу по всему Казахстану, в каждом регионе Потому что именно эти отделы активно сегодня занимаются репрессиями, преследованием наших активистов Толгана Ержанова работала всю ночь, чтобы вам было понятно Вот этот отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом, он работал всю ночь Понимаете, экстремистами они считают нас Они не считают себя экстремистами, когда они нарушают закон Когда они превратили закон в тряпку, превратили его в пыль Они считают экстремистами нас, они фабрикуют дела, они ломают жизни Они считают экстремистами нас Так вот, мы это все поставим на свои места И эти люди, которые вот в этих отделах ведут эту грязную деятельность Хоть и по приказу, хоть и потому, что это их работа Они будут за эти свои преступления отвечать И поэтому мы должны собрать имена людей, которые занимаются борьбой Вот именно в этих отделах по борьбе с экстремизмом и экстремизмом И имена этих вот руководителей, офицеров нам надо собрать по всем регионам И создать собственную базу Именно их мы в первую очередь будем привлекать к судебной ответственности Я хочу обратить ваше внимание на то, как в этот раз активно и мощно нам помогали автомобилисты Согласитесь, это было просто вдохновляюще, воодушевляюще Настолько серьезную поддержку оказали автомобилисты в обоих городах Там и в Алмате и в Астане Да, пусть в регионах это не так сильно было видно Но тем не менее поддержка у нас была Это несмотря на то, что мы проводили акцию в выходной день, вечером И на самом деле транспорта было очень мало Именно это не позволило нам создать большие пробки Потому что когда мало транспорта, пробка создается очень долго Мы этот фактор учтем И когда мы будем планировать следующие митинги Мы обязательно будем учитывать фактор создания пробок Это должно быть такое время и день, когда пробки можно будет создавать очень просто Сразу отвечаю Нурику-Нурике Да, нам нужны анимационные ролики И если вы в состоянии их делать, пожалуйста, делайте И мы с удовольствием будем их выкладывать И свяжитесь со мной в личке для этой цели Очень важная информация по полицейским Давайте мы честно скажем себе Очень многие люди отрицают возможность того, что полиция перейдет на нашу сторону Давайте посмотрим, как полиция выглядит Из кого она состоит Вот если структурно Те люди, которые занимаются активными и жесткими задержаниями Это не рядовые полицейские Это полицейские специально обученные Как правило, это собровцы, спецназовцы Ну и какие-то старшие офицеры, которые занимаются вот именно Всю жизнь пакостили, всю жизнь ломали кому-то жизни И у которых давно нет совести Теперь смотрим на оцепление Это то, о чем я говорила Молодые ребята Те, которые совершенно не понимают, что они там делают И почему они там стоят И как с этим жить Мы получаем огромное количество информации от наших активистов Что едва оставшись с полицейскими один на один Вот только что он стоял рядом со своим начальником Он был похож на какого-то монстра И тут же, как только он остался один на один с нашими активистами Он превращается вообще в какое-то аморфное существо И говорит, и ноет о том, что они тоже хотят перемен Вот вас мало там и так далее То есть один на один любой полицейский наш Но в группе со своими товарищами Да еще и под присмотром своего начальника Он, конечно же, должен делать свою работу Мы должны это помнить Поэтому в массе своей В массе своей полицейские на нашей стороне Это надо помнить И это наше главное преимущество Мы обязательно подойдем к такому моменту Когда именно вот эта масса Которая уже давно устала К нам даже такая информация приходит Что полицейские берут больничные Ложатся в больницу И чуть ли не специально ломают себе ноги Лишь бы не выходить на эти оцепления Не выезжать и так далее И когда ребят везли в центральные города С Экибастуза С Павлодара, Петропавловска Отовсюду тащили там в Астану, в Алмату Лишь бы только прикрывать Вот это вот наших активистов Вы думаете им сильно хотелось к нам ехать Жить непонятно где, в каких казармах Ловить непонятно кого Совершать непонятно какие подлости То есть это все конечно Их расшатывает Изнутри это их подтачивает Подтачивает с каждым митингом Им все сложнее держаться Допустим Такие вот истории Которые превращают их совершенно В идиотов и подонков Которые сегодня рассказала Из октау Апашка Когда она приехала в Жаназин Ее пришли задерживать И немедленно Через 15 минут Значит стоило им Ее подружкам появиться у нее Значит там в квартире Появилась полиция Хотели ее задержать Она не открывала двери И что сделали полицейские Они залезли на второй этаж На второй этаж Для того чтобы задержать двух бабушек Понимаете Это какой-то вот абсолютный бред и нонсенс Разве хотят взрослые парни Мужчины так действовать Залазить на второй этаж Которая читает в этот момент Намаз И тащить ее в полицейский участок Просто потому что Им подумалось Что она приехала на митинг Жена Азин Им показалось Что она приехала на митинг И за это якобы Они имеют право Применить силу Залезть на второй этаж Ее арестовать Поверьте Огромное количество людей Не хотят мараться Такую работу Не хотят заниматься Такой ерундой Все хотят быть мужчинами Людьми и так далее Но приходится быть вот такими Сволочами Это очень быстро Всех Отрезвит И поставит все на свои места Это тоже помогает нам Это все приходит Именно с нашими митингами Только с нашими митингами Приходит понимание Вот я смотрю Тут пошел разговор О местах проведения митингов Я прошу уже сейчас В наших регионах Активно заняться С этой работой В регионах Нам нужно Уже сейчас Присматривать Те самые места Где люди будут Компактно стоять И компактно проводить Митинг Уже сейчас Надо присматривать Те места Откуда людям Будет удобно И четко шествовать Откуда людям Будет удобно И собрать массу И как бы Пройти безопасно Я прошу работать Над этим уже сейчас Последний наш Вот этот митинг 6 июля Показал Что опять регионы Очень плохо готовились В последний момент Пошли претензии Неправильно выбрали место И так далее И тому подобное Мы обсуждали Больше Недели Место в Астане И до сих пор Пишут что Исиль это было Неправильно выбранное место Так вот Давайте мы будем О местах митингов Думать сейчас А не тогда Когда мы уже Объявили дату И так далее Мы должны уже Сейчас для себя Присматривать эти места И думать Какой из них Наиболее подходящий Заберите себе Это задание И пожалуйста В своих ячейках Начинайте эту работу Что касается Людей Вот сейчас Прозвучал разговор О том Что вот Там критиков режима И так далее Всех подряд То есть Я хочу что сказать Давайте мы будем Говорить о предателях В полный рост Я почему за это Я вам сейчас Объясню Я живу в Украине Я вижу Сколько здесь Предателей Во власти Тех самых Предателей Которые еще При Януковиче При Сейчас вот Порошенко И так далее Мешали Народу Мешали Каким-то Инициативам Мешали Продвижению Каких-то Реформ И так далее Или Внедряли Какие-то Вредные Для Народа Там Законы И так далее То есть Вот эти Самые Предатели Прорвались Пробрались В парламент Пробрались Там Другие Властные Структуры И там Сидят И мешают Очень серьезно Мешают Продвижению Развитию Этой страны Поэтому Мы Считаем Что Таких Людей Надо Сейчас Раскрывать Показывать Для того Чтобы Завтра Наш Наивный Народ Не выбрал Касановых В парламент Не выбрал Нарымбаев В парламент Не выбрал В парламент Тех Предателей Которые Уже Сейчас Работают На то Чтобы Рассорить Народ Расколоть Отвлечь Увести В другую Сторону Тех Предателей Которые Работают Сегодня На режим Способствуют Режиму Своими Действиями Я считаю Что мы Должны Это Сейчас Озвучивать И показывать Чтобы Завтра Наш Народ Не заблуждался Видел Нашим Я хотела бы Сказать Что Теперь Мы Всю работу Сосредоточим На развитии Ячеек Они у нас Есть Мы будем Сосредотачивать Работу На развитии На создании Ячеек И мы будем Придавать Там Очень много Внимания Мы будем Привлекать Специалистов Они у нас Тоже есть Здесь Консультантов Всевозможных Мы будем Внимательно Слушать Ваши Рекомендации Изучать У нас Создана Специальная База С теми Отзывами Которые Мы считаем Конструктивными Мы эти Отзывы Собираем Копим Мы их Исследуем Анализируем И мы Будем Сейчас Очень много Внимания Уделять Вот этим Вот вещам Для того Чтобы наши Ячейки Стали Максимально Сильными Максимально Эффективными Максимально Большими Чтобы Этих Ячеек Было Очень Много Вот это Наша Будет Сейчас Основная Работа Эту Работу Буду Делать Я Лично Я буду Эту Работу Возглавлять Направлять И развивать Вместе С Мухтаром Блязом Но Мы Добьемся Массовости И мы Добьемся Того Чтобы Ячейки Стали Эффективными Почему Я радуюсь Прошедшим Событием Потому Что Я четко Осознала Что Такой Потенциал У нас Есть Потому Что Я На Примере Всех Этих Переписок Которые У нас Длились Бесконечно Чуть Луне Сутками С Активистами Я Увидела И Услышала Что Огромный Потенциал В регионах Огромный Потенциал В центре Это Все У нас Есть Соответственно Наша Задача Это Развить Укрепить И Создать Как Можно Больше Массово Создавать Ячейки В этом Ваша Задача Тоже То Вы Нам Должны Помогать Ваша Задача Эти Ячейки Создавать Наша Задача Их Развивать Я Еще Раз Хочу Подчеркнуть Что Тысячу Раз Был Прав Облязов Когда Говорил Что Именно Те Люди Которые Будут Принимать Активное Участие В работе Завтра Будут Управлять Страной Вот Сейчас Это Видно Как Никогда Потому Что Те Люди Которые Сегодня В Ячейках Проводят Огромную Работу Активно Развиваются Активно Действуют Видно Что Эти Люди Будут Способны Управлять В своих Регионах На своих Местах И Видно Что Эти Люди Смогут Приносить Пользу Стране Это Не Какие-то Фанатики Которые Там Слепо Вышли И Что-то Делают Это Люди Которые Во-первых Планируют Во-вторых Прогнозируют В-третьих Структурируют И Свою Работу Оформляют Действиями Какими-то Акциями Так Далее И Показывают Результаты Добиваются Каких-то Результатов Вот это И есть Те люди Которые Завтра Будут Менять Страну Именно Сейчас Пришло Четкое Понимание Того Что В наших Ячейках Формируется Новая Сила Новая Организационная Сила Управленческая Которая Завтра Будет Страну Поднимать И Поднимать Это Честно С Водушевлением С Энтузиазмом С Полной Отдачей Так же Как Сегодня Мы Добиваемся С Этими Ячейками Победы Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует По поводу силовиков Говорят о том Что мы Даем им Возможность Набраться сил Опыта И так далее Кстати Я хочу Сказать По поводу силовиков Их Меры С 90 Годов Не Изменились Это Все Наши Активисты Которые Работают В органах Они Нам Это Подтверждают И Мы С Вами Видим У них Всегда Одна и Та же Стратегия Они Создают Свою Вот Эту Цепочку Они Усиливают Это Омоновцами На Перекрестках Они Захватывают Сразу Тех Кто Только Чуть Шелохнулся Подал Признаки Какой Активности И Моментально Выводят Людей Из строя Это Их Единственный Метод Тем Временем Наши Ячейки Растут Продолжают Какие-то Предлагают Какие-то Креативные Идеи Нас Каждый раз Становится Больше В то Время Как У них Фиксированная Абсолютно Зафиксированная Численность Более Того Назарбаев Уже Со всех Закрамов Выгреб Все что Мог И военных И полицию И всяких Тетушек И женщин Уже Ему Уже Бедному И брать Негде Потому что Все Вплоть Даже Сулановцев Задействованы Против Нас Вот Теперь Представьте Им Расти Некуда Им Расти Некуда У нас Огромный Потенциал У нас Два С половиной Миллиона В Алматы Два С половиной Миллиона В пригороде Алматы У нас Огромное Количество Миллион В Астане С пригородом Вместе Еще больше У нас Огромное Количество Потенциал Большой В регионах Мы Можем Им Дать Столько Работы Что Они Не Унесут Но У них Количество Не Меняется А Наши Все Время Растет Поэтому Так же Как Тот Кто Говорит О том Что Полиция Становится Умнее Что Они Получают Опыт Да Отчасти В этом Есть Правда Но Полиция Не Изменится То есть У них Количество Не Изменится А у Нас Все Время Будет Разрастаться При Этом Полицию Все Время Шатает Деморализует Именно Наши Акции Сомнения Вносит Раскол Вносит А у Нас Все Время Крепче 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 Так что Преимущество На нашей Стороне Это Бесспорно Видите Есть Главное Заблуждение Вот Когда Ждать Указания Нашей Ячейки Человек Пишет Давайте Будем Отталкиваться От Обратного Я Сейчас Ко Всем Говорю Это Обращаюсь Ко Всем И Особенно В первую Очередь К Ячейкам Это Распространенное Заблуждение И Надо Говорить То есть Отталкиваться Совершенно От Другого Мы Создали Ячейку Мы Готовы Вот Делать Следующие Вещи Там Акции И так Далее Мы Готовы Действовать Мы Предлагаем То-то То-то И То-то Прежде Чем Ждать От Нас Указаний Давайте Вы Вместе Своей Ячейкой Соберетесь И Каким-то Образом Подумаете Что В вашем Регионе Вы Можете Сделать Что В вашем Конкретном Городе Вы Можете Предпринять Что Вы Конкретно Как Ячейка Готовы Делать Что Есть У вас Какие Ресурсы И так Далее Поэтому Как только Мы Перестроим Риторику У нас Перестроится И сознание На сегодняшний день Сознание Такое Мы Готовы Командуйте Нет Дорогие Мои Давайте Будем Менять Сознание У нас Есть Ячейка Мы Готовы Сделать Следующее Правильно Мы Мыслим Или Нет Здесь Еще Мы Можем Говорить Тогда Это Будет Развитие А Ячейка Которая Ждет Все Время Указания Сверху Это Уже Что-то Нуратановское Понимаете Получается А у нас Совершенно Другая Ситуация Должна Быть Мы Должны Быть Инициаторами И давайте Будем Менять Риторику Все И я Хочу Еще Один Итог Подвести Всему Этому Позитивный Итог Я Хочу Отметить Что Если Раньше Мы Бились Вы Помните Сколько Времени В прошлом Году Мы Впервые Начали Создавать Ячейки Год Прошел Год Даже Чуть Больше Как мы Начали Создавать Ячейки И знаете Эти ячейки Не заработали Они Были Появились Но не было Такого Чтобы Эти ячейки Стали Активными Когда Стали Наши Ячейки Активными Продолжение следует Продолжение следует Приходило Бесценное С которой Надо было Работать Но Сейчас Ситуация Кардинально Изменилась В ячейках Осознали Что От них Многое Зависит И В ячейках Появился Вот этот Появился Принцип Которого Мы Добивались Очень Долго Люди Стали Заниматься Самоорганизованностью Стали Сами Себе Ставить Задачи Еще Рас Говорю В наших Ячейках Люди Сами Себе Стали Ставить Задачи И Реализовывать Их Вот это Бесценно Именно Такими Должны Быть Наши Ячейки И то Что Это Появилось Является Признаком Того Что В стране Научатся Самоорганизовываться Сейчас Тысячи И тысячи Людей И когда Такое Происходит Это Процесс Необратимой Победы Никто Не сможет Остановить Людей Которые Научились Самоорганизовываться Ради Цели По смене Режима Ради того Чтобы Выйти На митинги Ради того Чтобы добиться Эффекта На этих Митингах Здесь Уже Необратимая Победа Потому что Таким Людям Не требуется Мухтара Блязов Жанна Бота И так Далее Они знают Свои задачи Они двигаются Они будут Действовать Наш Позитивный Итог В том Что Наконец Эта Инерционная Волна Появилась Она Есть Она Будет Развиваться Она Придаст Нашему Движению Конструктивную Силу Ту силу Которая Будет Абсолютно Правильно Действовать Абсолютно Четко Направлять Всю Страну И действовать Самостоятельно Инициативно И это Когда Начинается Снизу То есть Все Инициативы Снизу Это Абсолютно Бесценное Качество Именно Так Случаются Перемены И вот На этой Позитивной Вот Вот На этих Позитивных Переменах Мы должны Сконцентрироваться И понимать Что это И есть Наша Главная Сила Друзья Вот Мы Действительно Провели Очень Длинный Эфир Тут Некоторые Бессовестные Люди Умудряются Писать Что они Устали Слушать Но Хорошо Раз Вы Устали Идите Спать На самом Деле Я Сегодня Хочу С вами Попрощаться Попрощаться С вами На Позитивной Ноте Мы Обязательно Добьемся Победы Очень И причем Очень Скоро Я Четко Вижу Что это Вопрос Быстрого Времени Скорого Времени Мы На Всех Направлениях Комплексно Добиваемся Больших Результатов Комплексно На всех На всех Направлениях То есть Растет число Наших сторонников Мы Загоняем Власти Постоянно Куда-то Так Что они Вынуждены Двигаться И они Вынуждены Идти на Уступки Выполнять Требования Общества Мы Видим Что Полицейские Деморализованы Это Наша Победа Мы Добиваемся Победы На международных Площадках Весь Мир О нас Говорит Мы Добились Того Что О нас Стали Писать Не Только Азатык Но И Все Остальные СМИ Которые Даже Принадлежат Властям Мы Массовое Внимание Общества Получили Тотальную Поддержку В этот Раз На день Рождения Назарбаева Люди Даже Не Рассылали Поздравительные Открытки То есть Люди Четко Понимали Шалкет Это Единственное Что Мы Можем Транслировать В этот День Поэтому Побед У нас Много Надо Просто О них Помнить Надо Их Все Время Видеть И Понимать Что Главная Победа Это Вопрос Очень Скорого Время Всем До Свидания Всем Успех